Приветствую всех на WallSuite Online и как обычно в 20.00 по этой же ссылке мы проходим на комнату вебинара. Сейчас мы рассмотрим основные фьючерсные рынки и поздравляю всех с праздником. Сегодня достаточно интересное событие и биржа даже закрыта. Не работает российская биржа, поэтому и участников сегодня не так много. Ну, хорошо хоть вы пришли. Так, по экономическому календарю. На следующей неделе будет достаточно тихо, буквально 8 ноября. Как бы вроде выборы в Штатах, посмотрим чем это все закончится. И все внимание будет только в том направлении. Остальные, в принципе, отчеты даже если бы и были, вряд ли бы что-то могло бы затмить это событие историческое. Ну, в общем, вся планета будет, наверное, наблюдать за этим. Хотя, там уже и наблюдать-то нечего. Значит, unemployment в Швейцарии отчитается тоже 8 числа. Немного отчетов по Китаю будет на следующей неделе. Industrial Production в 12 числа. Также в пятницу банки будут в Штатах закрыты, но биржи будут работать. Соответственно, ждать каких-то супердвижений именно в пятницу на Штатах не будет смысла. А вот восьмое, девятое, возможно, даже и седьмого начнется небольшой ажиотаж на рынке, предвыборные гонки. Ну, посмотрим. Не так часто, не так много опыта в непосредственно торговле во время выборов в Штатах. Поэтому ничего не могу посоветовать. Ну, 8 числа мы точно не будем ничего открывать. И будем просто зрителями на всякий случай. Вдруг будет что-то очень суперволатильное. Так, ну, в общем-то, по экономическому календарю еще стоит отметить решение по процентной ставке в среду по Новой Зеландии. То Новой Зеландский торгует, там вроде ожидают понижения процентной ставки с 2% по 1,75. Но пока это только ожидания. Ну, и в среду запасы сырой нефти в 18.30. Опять начнется колебание по нефтяному рынку. Так, ничего вроде не забыл. Ну, и Jobless Claimers в четверг по Штатам на открытии биржи. Вроде бы из таких важных новостей. Ну, опять же, вторник выборы в Штатах. А в пятницу банки закрыты, но биржи будут открыты. Как-то они там будут торговаться. Так, для тех, кто совсем недавно с платформой Wolfix, на следующей неделе, вроде 14-го, да, не на следующей, а через неделю будет курс для новичков, как пользоваться платформой Wolfix, все настройки и параметры, какие, что, как использовать, комбинация модулей, что можно вытащить из ресурса платформы по максимуму. Ну, и будет полезно тем, кто только начинает изучать платформу и, в принципе, объемный анализ. Начнем с S&P. И вот так вот выглядит у нас динамика по барометру американской экономики. Сейчас мы подтянем немножко оптировочки. Значит, на этой неделе было пробито уже в минимум, локальный минимум контракта, который на 21.00 сформировали. И уже три сессии пока спокойно торгуются, но пока есть надежда на возврат, есть еще объем, то есть ликвидность еще не упала. Как раз перед выборами немножко сбрасывают. Модель очень не похожа на шорт, в зависимости от того, как будет понедельник-вторник плясать и под выборы. Если будет быстрый возврат на 21.20-21.35, примерно в этот коридор, здесь у нас образовалось уже такое твердое... это уже надолго, 21.21, 21.42. Ядро контрактов и еще один дополнительный уровень, можно взять спокойно 21.62 по 21.47. Я специально выделил эти локации, как отдельные массивы. Здесь сразу видно почему, то есть в один их комбинировать будет не точно. Так, по расширению у нас получается поддержки нужно смотреть на прошлом контракте. Давайте мы сейчас заглянем в исторические данные. Возьмем за год, допустим. Пускай будет. Дело в том, что я думаю, что сейчас на решение даже спекулянтов в решении по процентной ставке может еще изменить как-то тренд и выборы в Штатах. По безработице она как была, так и она и есть. У них просто плюс-минус они там играются данными. Допустим, в 15.30 число занятых в неси в хозяйственном секторе данные вышли хуже ожидания. Вот, то есть вместо 175 было 161 тысяча. Так, ну сегодня день народного единства и в Штатах там пускай как-то отчеты показывают, но я пока уже давно заметил, что на безработицу смотрят только если средства массовой информации очень придают этому большого значения. Если не трогают этот отчет, он может проходить даже практически в последнее время без волатильности. хотя в 2007-2008 году отчет по безработице это был какой-то просто армагеддон на волатильности. Очень внимательно следили за этим количеством разрешений на строительство новых домов, безработицы. Это все было ну по сути это фундамент экономики сразу и безработице видно какая ситуация по фондовому рынку то есть растет экономика либо стоит на месте либо наоборот еще ухудшается ситуация. Но есть еще опережающие более опережающие индикаторы фундаментальные причем вы их хорошо знаете. Так ну вот у нас сетка уровней за год 2016 в принципе до его завершения осталось не так уж долго 20.96 по 20.74 возьмем так как эти уровни исторические тем более им уже давно-давно времени назад они были и экспирация уничтожила эти все позиции воспринимаем их как ориентирные где может быть какая-то повторная активность то есть как опорные эти уровни уже временной распад их уничтожил и лишь как ориентирует то есть ну здесь достаточно неплохо два месяца поддерживали в районе 20.40 20.60 могут еще раз такой же прием сделать ну в принципе если уйдут ниже 20.40 покупать нужно будет крайне осторожно то есть там уже будет недопокупок я думаю тут обязательно я думаю начнут щекотать нервы примерно вот уже можно и так и так начертить вот поэтому почему я говорил о возврате в 21.30 35 40 на следующей неделе если очень ну так активно вернуться то возможно сбрасывают стопики пока процентную ставку не повысят могут еще толкать вряд ли сразу после инаугурации начнут валить рынок заработные платы да я пропустил кстати так вот хорошо что у нас есть Михаил второй он у нас по фундаменталу специалист так ну и вот этот диапазон собственно текущего контракта который значимый возьмем самые такие злачные цены 21 26 20 38 то есть возврат на следующую неделю в этот коридор может еще немного дать каких-то поводов для продолжения роста но обратите внимание какая на макушке на максимумах за год просто вот плита и тут месяц стояли здесь месяц стояли 3 месяца фактически вернее 3 месяца стояли в коридоре плотном на самом максимуме и пробитие этого коридора ну посмотрим ну в любом случае сценарий потенциально может быть но на продаже тоже не упускаем во внимание очень много начали сейчас в СМИ в биржевых упоминать о оттоке ликвидности из всяких фондов и всевозможных электронных фондов ну тут даже нечего объяснять понятное дело я бы вывел еще летом наверное весь кэш сразу бы из всех источников они только заметили так ну в общем вот такие уровни потом у нас идет открытый интерес посмотрим сейчас как обстоят дела на фоне трех контрактов склейку возьмем сейчас ну пока вот в районе двух миллионов девятьсот восемьдесят пять двух девятьсот вот упали немножко на этой неделе но само собой после пробития сняли с топорей многим и ну снижение открытого интереса не критичное нельзя сказать что это ажиотажный выброс либо же выход из позиций но в прошлом контракте было и побольше открытых сделок вот ну пока после выборов я думаю начнут набирать открытый интерес и самое главное не пропустить этот нулевой уровень возможно затяжного тренда рост заработной платы говорит о росте экономики в США рост заработной платы я думаю говорит о том что у них инфляция они печатают эти денежки ну смотря в каком эквиваленте они там рассчитывают если относительно константы еще обсуждается если просто в сумме цифрах тех же долларах тогда учитывая инфляцию там ну в общем нельзя сказать что прямо же этаж заходят в маркет это объяснимо и по открытому интересу ждут выборов в США потом я думаю начнет активный всплеск таким тут у нас так и баровый график сюда и вот здесь у нас убежал за экран сейчас откроем еще один так S&P ну я ну говорил что до выборов вряд ли что-то будет менять плюс повышение процент ставки начнут все аккуратно сбрасывать фондовый ну может не все но отреагируют по крайней мере на какое-то время очень так резко и чтобы не испортить я думаю после инаугурации там могут уже все что угодно сделать я особо конечно не знаю какие американцы люди чести нечести но одного вьетнама хватило всей планете да и не только так сейчас подгрузится данные по сэмпи сэмпи немножко задачу сложную дали он все тики подгружает ну там параметр тики и длительный период он сейчас будет очень долго его грузить поэтому мы сейчас сразу перейдем на текущий контракт и отметим уровни видите как быстро так тут здесь поигрался с лимитами сейчас секундочку вот они так итак у нас вот буквально 60 тонн было на расширение за 21.10 21.00 92 тысячи контрактов 97 140 ну неплохие были объемы на этой неделе тоже по 190 на 87 оставили и самое интересное у нас сейчас по фильтрам стоит дельта процент мы сейчас вот так вот сделаем и включим еще вот этот фильтр вот там где сильный перевес вот этот уровень который нужно на следующей неделе для тех кто планирует покупать это вот первая граница блокпост вот 21.05 21.10 коридор на байрах как видите не такая уж и высокая активность ажиотаж невысокий но и не не падают дальше ко мне вниз то есть какие-то байеры есть возможно частично кроют продажи и соответственно ликвидностью еще как-то поддерживают но по большей степени скорее всего ждут просто вердикт кто будет вождем соединенных штатов и коридор активности включим scale setup дельту вот у нас на фоне контракта достаточно такое активное пятно активности байеров хоть там и не на высоком объеме но достаточно плотно котировка проторгованная я думаю что печатают деньги там уже после того как появились пластиковые карточки уже можно было их не печатать в штатах не особо наличку с собой носят люди такие размены в основном купюры вот а цифры на пластиковые карточки напечатать можно сколько угодно на компьютере это делается очень быстро так хоть они бумагой обеспечивали доллары а так вообще ничем уже не обеспечивают хотели я так понимаю протолкнуть идею с каким-то биткоинами в криптовалюту эту ну я думаю что не скоро она еще осядет в нашем сознании эта валюта так ну в общем вот такая вот сетка уровней и сопротивления могут здесь достаточно трудно толкнуть байеров если не получится у них вот 20.05 против 20.10 ну скорее всего так и будем потихоньку идти вниз но они стараются перед рождеством особо не падать показательно хоть по чуть-чуть но ралли фундаментально даже просто распродажи супермаркеты полки пустые все потребительская корзина полностью работает то есть весь этот сектор немножко для экономики даст позитива поэтому некоторые акции будут расти и соответственно индекс потихонечку может выплатить но вот до какой цены они смогут это сделать и уже там конец ралли и должен быть примерно там черная пятница у них называется как-то после этого в принципе уже можно выходить так что вот такая была пиковая дельта 60 тонн на ликвидности суммарной то есть если по сравнению с ликвидностью 2 миллиона 262 тысячи то это неплохой процентный перевес 2.8 это для S&P за сессию достаточно неплохо так не будем останавливаться долго на S&P все равно пока выборы не пройдут лучше пережидать этот момент потом только заходить где у нас там классы профайл здесь у нас длительный период мы сейчас и так за текущий контракт приближается уже контрольной точке и FESX и так за текущий спускается потихоньку это последний уже блокпост в принципе ключевой уровень поддержки который был возле 29.50 29.60 если не завтра а в понедельник вторник продолжится динамика то они фактически уже все важные уровни прошли и вот эта сессия буквально для тех кто верит в покупки последний блокпост если этот уровень пробью тогда уже максимум коррекция и то вот до этих уровней либо еще до промежуточных тут уровней до загрузки мы их не будем учитывать они там для этого масштабы достаточно маленькие массив основной 29.90 30.20 это ядро объемное ну и тоже здесь месяц практически простояли 30.65 30.80 уровень сопротивления на максимуме контракта и ликвидность пока идет в норме не падает то есть обороты есть и посмотрим сейчас что будет на fsx вернее на dax да уже фактически заглядывает за минимум тут осталось буквально вопрос времени последняя поддержка то есть основную поддержку уже прошли еще в четверг ну и сегодня уже заглядывает фактически чуть-чуть осталось до десятки ну 10.200 причем обратите внимание с какой динамикой они идут уже четвертый день сессия очень волатильная ликвидная буквально еще чуть-чуть был бы гэп а это сейчас очень огромная редкость и не успокаиваются то есть очень сильно идут на шорт поэтому на dax точно ближайшие дни лучше не испытывать судьбу и не заходить на покупку пока не успокоиться пока рынок не найдет оптимальную цену и не не остановится за счет встречной ликвидности байеров еще один уровень который стоит отметить по dax это прошлый уровень ядра 10.620 по 10.700 это вот эта активность которая 3 недели формировалась с этого уровня и ушли это похоже на продажу то есть вот именно так валится рынок и здесь уже заходить на шорт вроде рука не поднимается но понедельник вторник может такая же быть тенденция попросту не пустят никого и всех накажут кто будет заходить против этого движения поэтому лучше не заходите на dax сейчас на покупку только если увидите вот такую сессию обратно в понедельник наверх не раньше с хорошей ликвидностью сейчас пока лучше повременить ртс в отличие dax еще держится контроль уровень еще не прошли но уже близки к пробитию контрольного уровня поддержки тот объем который в начале контракта забросили и этого хватило на движение до середины октября на покупку плюс еще в помощь была нефтянка придавала уверенности сейчас пока ядро сосредоточено 99 600 98 400 и мы ушли под ядро причем попрощались даже два раза один раз с этим уровнем и вот еще раз перед таким южным движением может быть 8 числа все восстановится и будет хотя бы флетовая формация с нее тогда уже можно будет попробовать еще повторный заход опять же посмотрим по нефти открытый интерес на индексе ртс на срезе трех контрактов сейчас мы увидим ну по открытому интересу будет видно фиксирует не фиксирует ну в общем то не особо ажиотажно сейчас открывают позиции тоже понятно почему даже на фоне за три за три контракта в пятьсот пятьсот пятьдесят но были времена и получше пиковое значение у нас как раз на одиннадцатая октября пришлось и сейчас в районе пятьсот пятидесяти три дня подряд сбрасывает позиции вот сброс был пятьсот шестидесяти восьми тысяч до пятьсот пятидесяти но я думаю за счет вот этого маневра пострадали те кто покупках еще остался и дельта тоже зашкаливает сорок тысяч контрактов и двадцать одна тысяча сегодня двадцать шестого числа двадцать восемь тысяч было как раз на максимуме недели прошлой и ну тут были небольшие дельты на покупку но они были достаточно слабые для такой для такого давления пять дней подряд вот еще было на максимуме последние такие уже маячки что похоже тренд закончился как раз тут и фиксировались ну с этого уровня как раз и начался нисходящий тренд посмотрим после восьмого как будет это все дальше развиваться так так сейчас мы дельту посмотрим за счет глобализации рынков и представьте себе когда-то было время когда коммуникации не были такими быстрыми и пока через Атлантику либо там тихий океан переплывет корабль так мы могли узнать новости потом появился телеграф телефон и в общем можно было за счет того что между биржами просто попросту не было быстрого сообщения раньше времени узнавать какую-то важную информацию о скупке золота либо о продаже так rts cluster chart так 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 вот она нет контекст вот так 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 не слушается сегодня программа совсем так вот подогрузили ну вот 40 тысяч контрактов порядка 6 процентов перевесы за селлерами и в общем тут можно смело брать весь этот коридорчик 98 150 по 98 650 по 98 потом вот этот весь активный период 99 200 99 800 тут плотненько и здесь в принципе пару сессий в коридоре удерживали контроль селлеры ну и началось все из этой вот 42 тысяч берем этот массив если восстановится рост на эту котировку 100 550 по 100 850 очень внимательно следите могут снова не пустить как видите немаловажное тоже сопротивление 98 150 650 здесь очень много аккумуляции по продажам по боковой гистограмме тоже это можно увидеть и байеров не так много вот даже были какие-то 97 300 но судя по котировке пока у них не особо хорошо дела идут и по фиксации поэтому мы идем на рубль до за счет глобализации рынки очень похоже модель отыгрывают вот хороший пример выбора в штатах как под одну дудочку пляшет тем более в некоторые инструменты просто там робот привязывается к какому-то индексу и там еще расчеты идут по валюте корректировка относительно фондового рынка может быть спокойно такое раньше допустим мртс очень хорошо коррелировался с даксом причем по волатильности не очень подходят очень похожие графики волатильность можно было даже не подстраивать не подгонять так кластер профайл рубль так кто-то мне тут все из поменял теперь мучаемся так ну в общем вот такая картина на рубле по открытому интересу за эту неделю открывали закрывали то есть неуверенность абсолютная хоть котировка и потихонечку ползет до 64 500 ну судя по открытому интересу это действительно так не уверены пока в какой-то динамике четкой участники контрольная точка есть самое главное чтобы ее не осилили сбрасывали позиции как видите все что набрали в новом контракте в этом декабрьском сбрасывали начиная с вот этой с прошлой недели и набрали позиции вот как раз на 62 970 вы видите торговая сессия очень ликвидная и посмотрим по дельте да там были байеры и вот у нас такая вот дельта 223 сейчас так значит 26 числа была неплохая дельта на стороне байеров тут же 250 тысяч мы уже отмечали этот уровень и 115 900 прямо на макушке сейчас мы посмотрим спот и сравним значит classer чарт вот дельта по рублю на срезе дня и тут очень такой диапазон интересный ликвидность 3 миллиона 200 не слабенькая спойте не всегда зелень бывают такие дни когда дельта на стороне солеров и как раз это очень такие они редкие но особенно если на максимуме где-то так вот у нас си это объем сейчас модель то включим в общем с 26 числа пока вот суммарно контроль за байерами и по динамике соответственно возьмем такие наиболее популярные у байеров диапазоны здесь также надо будет выделить неплохая была ликвидность вот этот уровень а этот мы выделим вот этим цветом вот и все остановились флэйт идет торговая сессия болтается в коридоре предыдущего дня дельта дельта нулевая соответственно байеры явно сбрасывают покупки но это не вызвало сильной коррекции сейчас посмотрим на споте что же там происходит не вызвало сильной коррекции соответственно байеры там что-то подбирают и не пускают ниже противовес пока еще есть по ликвидности а учтите что перед выборами штатах очень много перестраховываются и могут зайти по на всякий случай как раз затарятся либо фьючерсом либо реальным спотом и так вчера было 3800 бывало и побольше особенно вот 62 мы стартовали было и 5 миллионов то же самое 62 удерживали этот блокпост на рубле еще наверное не сразу пробьют в общем здесь как-то уж очень жестко по 4 миллиона останавливают котировку и все и назад возвращают вот и уже так прям присмотрелась цена 64 пока вот за нее не ушли еще с сентября только мы сиганули под 65 там так и остались этот массив пока удерживает хоть он не особо ликвидный но тактически пока не выпускают за этот коридор раз два три четыре пять шесть семь восемь семь подряд сессий идет направленной динамики то есть это скорее всего ну очевидно что перестраковываются и затариваются на всякий случай похоже на это так смотрим у нас тут спотиус шестьсот семьдесят тонн было 26 числа потом идет ровно около двухсот пятидесяти двухсот миллион двести было одиннадцатого октября то есть в этом коридоре похоже кто-то очень крупно перестраховывается наиболее такая популярная на споте цена шестьдесят два двадцать пять давайте сделаем по шестьдесят два шестьдесят пять вот кстати сессия которая была на дельте на продажу тут было вообще по нулю ну есть дельта на продажу но ее не видно здесь вот обратите внимание как сильно жестко весь коридор прошутили и пока как раз за него еще не вышли поэтому есть еще надежды также коридор вон сверху плотненько шестьдесят четыре тридцать пять тоже может быть сопротивлением шестьдесят четыре девяносто ну по шестьдесят пять можно взять округлим массив и в этот коридор шестьдесят три семьдесят пять по шестьдесят ноль пять на споте ликвидность на импульс от шестьдесят второй дали и вчера еще была ликвидность но пока вот висят в коридоре вполне может быть что и толкнут выше уж больно семь сессий подряд без остановки идут наверх видимо есть на это причины евро так шесть а и шесть н там же новозеландский по процентной ставке вроде на следующей неделе аккуратнее так еврик вот такие тренды у нас на экране и здесь ну два массива просто можно их и объединить будет правда широкий коридор наверное объединим вот таким вот разделительным уровнем так нельзя сказать что это прям уж реверсивная очень ликвидная точка вот и ликвидность дальше вот здесь допустим нужно очень немало ликвидности чтобы удерживать спрос три дня причем стоит еврик в коридоре и после раз два три четыре пять шесть семь тоже семь дней роста и висит вот третий день уже на максимуме ну за последние две недели ядро контрактов пока еще не сдвинули но у нас находится на локации 12 05 12.75 но более плотная по ликвидности вот 25.75 вот эта часть я просто захватил еще эти уровни но и так и так лучше выделить мониторить соответственно по поддержке вот этот левел уж как-то три дня очень поддерживают 10.65 10.90 возьмите на заметку если на следующей неделе не пробьют этот уровень то еще байеры есть и могут еще толкнуть когда уже уйдут по 10.65 тогда уже можно про покупки временно забыть как видите объемы прошли даже не сопротивлялись соответственно здесь заходили похоже что как раз уже изначально на покупку это просто был уже второй этап давайте сейчас по открытому интересу проверим так ну да вот видите начинали с этой точки открывали позиции до вот этого момента все вот это открытие сделок вот и буквально три дня фиксируют то есть похоже что байер еще есть просто фиксация вот этих байеров которые зашли на минимуме они в любом случае зафиксируют я бы точно часть зафиксировал простоять с 1.09 в еврике до 11.35 перед выборами тем более перед уикендом праздники в любом случае многие фиксируют поэтому три дня достаточно предсказуемая активность единственное что они не корректируются столько ликвидности с покупок но ведь видимо еще байеры есть хоть и позиции фиксируются но кто-то не пускает дает все-таки встречные ордера по дельте а по дельте тут с 31 числа одни селлеры видите тут тут нечего даже комментировать понятно все пока открывали позиции были байеры и сейчас вот фиксация пошла перед выборами ну можно было полстрита не проводить похоже так давайте фунт захватим так расширился фунтик у нас 22.75 плита этого контракта и уровень сопротивления уже как сессию пробили 35.75 даже чуть-чуть буквально остановились и на следующий день пошли выше но посмотрим как будет относительно этой локации плясать понедельник если байеры есть и цель у них допустим даже 28 мая то в понедельник они должны повторить свою деятельность и удержать котировку потому что потом поднимать на рост будет еще сложнее ликвидность которая была вчера похоже что бьет рекорды тут 229 тысяч здесь здесь 530 а здесь 805 да самая крупная сессия за этот контракт все объемище вот здесь сосредоточенным вот поэтому вот этот уровень на спекуляцию один из основной основных на следующую неделю ну и следующий блокпост это уже 27.25 27.90 а начало контракта началось еще с 1.3 по открытому интересу сейчас посмотрим ну так ровно как в принципе он себя и вел последнее время так сейчас с открытым интересом обратите внимание что вот резкий рост вызвал достаточно много фиксации ну как много 4 дня из 5 фиксировали пик был 74 сейчас 57 ну не критично но какая-то часть вышла и это уже я не раз говорил сегодня эту фразу уикенд выборы и все такое тут больше нужно внимание уделять вот 31 первое и второе дельта только набирал обороты вот на покупку причем такие вот три с половиной тысячи уже начинались восемнадцатого числа вот вот и дельта за 3600 практически не дала никакого результата ушли наверх поэтому возьмите на заметочку должна еще ликвидность неплохая пройти а она как раз и прошла и еще бы сессию такой ликвидности и вторую третью и тогда еще есть шансы на коррекцию затяжную там уже посмотрим где не выдохнулся индекс доллара на поддержку прошли даже не заметили вот этот уровень можно оставить уже к серым цветам и три дня тоже стоят в ожидании чуда в ожидании новой информации что же делать но стоят уж как-то подозрительно допустим вот здесь такая же картина была только симметрично зеркально в общем то понятно если 97.50 не пробьют на следующей неделе то похоже что будет дальше идти в направлении картина прям один в один по индексу доллара открытый интерес на пиковом значении был на прошлой неделе буквально чуть-чуть не хватило на этой но такой глобальной фиксации пока не видно то есть открывают позиции буквально на уикенд скидывают видите пару сессий сбрасывают и снова набирают с учетом того что скоро выборы тут как-то незаметно что они там переживают за кто же будет открывать себе да и все без каких-то проблем ух ты михаил если бы вы еще но более таким перевели на простой человеческий язык про эти соглашение было бы вообще замечательно цены цены бы не было что они там проиграли я видимо пропустил пока вы пробуйте нам объяснить а ну само собой так а что там они не собирались выходить просто королева только заметила просто а Я вообще не представляю, тут иногда просто какое-то ЧП закрыть, столько бюрократии происходит, а тут страна выходит из Евросоюза, там на лет 50 еще бумажные волокиты, наверное, будут, это точно не быстро, тем более Европа там, я не удивляюсь, что там такое событие. А еще как-то подозрительно думаю, что-то они так быстро отстрелялись, все, Brexit вышли, все, пока, ну, начнется сейчас еще волокит, это, ну, они будут этим пользоваться. Так, открытый интерес по австралийскому сбрасывали буквально сегодня чуть-чуть вроде что открыли, ну, видимо, тут без особого ажиотажа, не критично, но очень-очень пугаются, вот, открываются позиции, сразу фиксируются, буквально, в основном фиксируются. За две сессии резко набирают и потом 4 дня сбрасывают. Сброс был вот тут на росте, потом снова был рост, снова сбрасывали, вот. А на продажах сразу заходят. Вот, в общем, вот такая активность на австралийском. И какие-то даже покупки проскакивают. В общем, вот эти 3 недели, которые бомбили селлеры, пока удерживают и все попытки шартануть сразу же выходят байерами. Поэтому уровень 0.7.7. Так, по австралийскому. Так, объем идет ровно уже третью неделю, до какую-то третью, четвертую, до какую-то четвертую. 6 недель уже подряд идет ровная ликвидность. Такая бувальная, плюс-минус, понедельник, пятницу, меньше, больше. Аккуратненько все. Но вот на этой неделе рост, так как бы падала ликвидность на росте. Не очень хорошо. Так, и у нас есть такая явная точка селлеров. 11, 12, 13. С ликвидностью австралийского это неплохо очень. Да, вот здесь даже есть 20%, 26% перевес за селлерами. 30%, понятное дело. Так, так, так. 76%. А, ну там маленький был объем, по сути. Так, вот, 779 по бедам прошлись и 1000 по аскам. Эх, так, 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 6, 6. 800 и 1200. Ну, в общем, ровная ликвидность. Здесь дельта тоже, как видите, не особо фигурирует. Так. И видите, продажи, даже фиксация за две недели. Вот, нулевая дельта, нету перевеса на продажах и не реагирует вообще сессия. В коридоре предыдущий стоит. Давайте посмотрим с другой стороны сейчас по старинке. Так, 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 так. Чуть-чуть повыше. Вот, теперь хорошо видно. Диапазончик видно, да? 700-700. Вот две еще активности байеров наверху. Но в поддержке практически пусто. Вот, если будет корректироваться, тогда вот на 500-ке еще, на 800-ке могут перестановиться. Ну, пачка вот первого числа как разместили, причем это уже 26-го было там, и уровень удерживают. Не знаю, плохо это или хорошо, но уровень достаточно часто вот встречают просто ажиотажной какой-то ликвидностью со стороны селлеров. Уже третий подход серьезный, то есть на дневном таймфрейме это не 15-минутный таймфрейм. Тут прям коридор весь, если взять по боковой гистограмме за этот контракт, 76-45, 76-70. Если удастся протолкнуть, ну, как-то не похоже, что ликвидностью они это могут задавить. Ликвидность даже упала в четверо-пятницу, похоже, что они просто там висят. То есть, чтобы толкнуть дальше, нужна ликвидность. Если ее не будет, то попыток может и не быть. Так, открытый интерес мы смотрели, да, смотрели там, тоже пока в ожидании. И Новозеландский, да? Так, Новая Зеландия. А здесь прям два дня ажиотажно заходят, залютно. Сейчас мы посмотрим по дельте. А тут на шорт зашли, видите, два дня прям на хорошая коррекция, почему бы не зайти. Ну, вот они откупили это все дело, развернули с 11 по 19 и чуть-чуть буквально подержали. А, там даже фиксация в основном шли. Ну, в общем, две сессии аномально с 46 тонн сразу прыгнули на 51. Две сессии, вот они аккумулируются здесь. Посмотрим сейчас. Самое смешное, что и объем здесь небольшой. А дельта отрицательная. Ну, на Селере. Причем одинаковая. Вот. Ну, самое главное, это первую плиту пройти, а потом вторую, если на продажу. Если они планируют на продажу, и это прощальный маневр. Номер один, номер два. Тут. Вот, котировочка. И еще 70-40 по 70-85. Вот. Это там, где были байеры, хоть и на фиксацию продаж, но все равно. Как видите, на Новозеландском могут прям плотненько идти каждую сессию. Видите? Это говорит о том, что дельта чище, чем на Еврике. А здесь тоже. То есть, всякой там запачканной дельты меньше. Ну, в Новозеландске не каждый торгует, поэтому это нормально. Все рано или поздно пытаются найти тихую гавань, такую финансовую, и... 6А держит цель до 0.78. Или это Юрий держит цель до 0.78. Я стараюсь не навязывать себе какие-то цели, куда должен прийти рынок. Действую по мере поступления информации. Завтра будет день... Ой, вернее, не завтра, а понедельник. Откроется биржа. Посмотрим, как она будет совести. Будет показывать себе плохо на покупке. Значит, будем на продажах работать. И наоборот. Вот. Лучше... Ну, Новозеландский не часто даже смотрю. Поэтому единственное, что обрадовало, это более ровная дельта. Как видите, даже по сессии. Я представляю, что там на 15 минутках, на 5 минутках. Если за сессию такие ровные идут, двухнедельные. Это хорошо. Еще не все валюты перевелись. Так, ACL. Итак, декабрь. Идет прям... Даже не идет, а просто летит. Значит, на фоне сентября, до сентября, ну, осенний срез объема, последняя неделя была достаточно такая, на повышенной ликвидности. Причем она набирает обороты. Распределение крупных уровней у вас на гистограмме прям... Можно быстро выставить плита 49, 50, 50 и 70. Падаем мы уже раз, два, три, четыре, пять, шесть, седьмая сессия. Причем, торгуется она на самом минимуме практически. И каким-то образом тут у нас еще есть уровень поддержки. Еще с начала сентября, грубо говоря, там середины, с возьмем август. Да, мы здесь поддерживали в районе 44. И последний раз было 879 тысяч контрактов. То есть, если переваливает за 600, 550, уже можно готовиться к сильному движению. Вот 600, и ядро даже не попробовали толкнуть. Сразу с него и рухнули. Покупать сейчас точно не самое лучшее решение. Пока падают эти ножи, пускай падают. Если нефтетрейдеры начнут скупать подешевевшую нефть, вы это увидите хотя бы вот в лице такой недели флетовой. Раз, два, три, четыре сессии простояли. Потом, как обычно, сбросили стопики. И ушли в космос сразу на три сессии. Вот. Ну, либо вот такие развороты не самые лучшие, конечно. Вот. Здесь более цивильно развернулись. Точно так же, как и на продажу. Но 7 сессий подряд не так уж и в... Хорошо. Так, так, так. Не могу понять, что там за настройки какие, что оно не отображает. Умм. Умм. Так, вот у нас. Кто-то пытался купить, и тут сразу же коридор берем возле 45-й, 44-85 по 45-15 как уровень сопротивления, то есть разворотец, первое, что на нее воткнулся, это будет этот коридор, потом второй 46-65, 46-85, вот и объем пока не падает особо сильно, не критично. Так, вот пытались две сессии покупать, видите, и здесь их коварно бросили. Если вернуться очень резко на следующей неделе на 45-40, 45-50, то есть вот эти вот байеры еще постарались тут как-то защититься и вернуть котировку на нулевую точку, то еще есть шансы, но все равно я бы еще подождал, пока они не успокоятся. Ну, на следующей неделе, в принципе, можно себе выходной сделать, не особо рисковать. Вот так, бренд еще и будем расставаться. Бренд вот так вот по дельте прошелся, 13 тонн 31 числа и вся неделя потом на юг пошла. Даже 9000 контрактов на сегодняшние сессии пришлось. И это за столь затяжной период. Январьский начался весело. 5 сессий подряд на хорошей ликвидности и осталось еще дельту на шорт зафиксировать. Ну, открытый интерес тут само собой. Единственное, что вот 3 сессии фиксируются на самом деле. вот так вот. Здесь похоже, что возле уровня пытались заходить. А уровень пробили, они выпрыгивают. Ну, следующая 43. Там, где еще могут смело попробовать зайти на бай. и декабрь. Сейчас посмотрим. 49-43 у них остановка. Так, 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 так. Ну, вот здесь прям очевидно плотно, очень-очень плотно давили. 48.5, 49.7. Сопротивление на этой неделе очень сильно так задушили прям. и такой вторичный уровень уже 47.3, 48.1 по бренд. Как видите, дельта не успокаивается и даже на минимуме еще идут продажи. Ну, в общем, будем ждать. Золото и будем прощаться. Золото обязательно в российскую компанию. Ой, вы как вовремя. Есть одна российская компания, которую я бы с удовольствием проанализировал, так как ее изучаю последние три недели. Как раз можно будет наследующий волосы онлайн. Напомните обязательно, чтобы мы ее захватили. и много интересной информации могу поделиться. Ну, вы ее знаете, просто, возможно, на некоторые моменты не обращали внимание. 55, 70. Так, золото у нас. Тут, понятное дело, тут уже пошел ажиотаж. Как раз на этой неделе. Значит, встали с 91 по 88. Тут ядро дня прям тютелька в тютельку. И три дня не уходят выше максимума недели, а это 13.08. 13.10 максимум. По открытому интересу у нас идет, ну, как бы не особо агрессивная активность. Очень так аккуратно и лояльно. Дельта почти 5000 контрактов фигурировала в районе 12.80. Двадцать восьмого числа. Шестьдесят пять по восемьдесят. И такая уже была 4.600. Ну, чуть-чуть не достали до пяти. Как видите, после этих 4.600 больше они туда не уходили. Ну, не опустили ниже этой сессии. Вот точно так же могут быть и с этими коридорами. Поэтому с 12.80 по 12.65 в качестве поддержки по мониторте. Единственное, что вот дельта прям очень опасна. По значению идет 6 тысяч контрактов. Очень плотно в диапазоне и ничего не происходит. Она не расширяет коридор. Немножко зафиксировали здесь. Ну, то, что вот, в общем, за два дня набрали. Шестьдесят девять и на шестьдесят восемь закрыли. То есть, как будто вот этого всего и не было. Вернули столько же позиций, сколько и было. Но вот эту сессию обязательно возьмите во внимание. По дельте давайте сейчас в уровне еще так ближе заглянем. Очень не люблю, когда, ну, именно в мои настройки зайдут и что-то там наковеркают. Так, рост ликвидности. 12.57 по 64. Тут коридор суммарно, правда, по две с половиной. Тут прям видно все в орденах байеров. И целлеры, которые тут сражались, сражались, пока вот проиграли. 73, даже 74 по 77. Уровень поддержки возможной. И вот здесь, как видите, лихо очень, очень лихо. Да, коридор по боковой гистограмме отличился плотностью и три сессии прям так. Ну и вот такая вот картина 13.01, 13.06. Похоже, что тоже идет фикс. И очень, так, по 1000 контрактов, по 600 в коридоре. Ну вот, если плотно взять самые такие объемные. Вот 13.02,5, 13.05. Дельта 6.5, 6.120. Если уйдет под 12.95, тогда этот уровень можно смело брать в качестве сопротивления. Пока висят еще в коридоре. Скорее всего ждут выборов в США. Но рост как-то уж очень так лихо шел. И тут резко сразу начали сбрасывать. Ну, пока объяснение этому есть. Но 12.92, 95. Если даже этот уровень не пустят ниже, тогда еще мы рост можем наблюдать некоторое время. Чисто фундаментально, вроде под праздники, если не ошибаюсь, золото обычно немножко подрастает. Вот. Потом. Ну, как видите, с начала октября достаточно часто и постоянно контролируют котировку байеры по дельте. На сегодня все. Спасибо, что пришли. Хоть вас было и немного, но интересно побеседовать и подискусировать на тему финансовых рынков и куда они идут и пытаются идти. Ок. Кто не успел на YouTube, посмотрите. Хороших выходных. Еще раз с праздником. И до следующего Wall Street Online после выборов в Штатах встретимся, если еще планета останется после выборов в Штатах целой. Всего хорошего. До свидания. Попутного тренда. Будьте осторожны 8 ноября. Пока. 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 Продолжение следует...